Я занимаюсь и исследовательской работой в области техник дистанционного воздействия и практиками всех видов воздействия, всех информационного воздействия. Может быть вы читали книги и если пришли сюда в какой-то мере, все-таки интересовались техниками дипноза, что-то слышали, видели, читали. Слово «дипноз», «дипнотизация» — это народный термин. Моушники языков, само состояние называется «измененное состояние сознания». Сознательная часть мозга — это кора головная, а под кора — это подсознательная часть мозга. Так вот, измененное состояние сознания происходит при торможении определенных участков коры. Или наоборот, в коре создается очаг наибысшего возраста. Сам процесс называется гипнотизацией, ранее назывался магнетизацией. Само воздействие может быть вербальным, словесным, невербальным. То есть пассы, прикосновения, поглаживания, удары, тычки, взгляд, мимико лица. Ментальное воздействие, то есть мысленное воздействие. Программа, которую я преподаю, включает три ступени. Первая ступень — это директивный гипноз. Традиционные техники гипнотизации. То есть под словом «традиционный» и «директивный» имеется в виду то, что человек знает, что его будут погружать в гипнотическое состояние. Для того, чтобы провести определенную работу. Или психокоррекцию, психорегуляцию, перестройку психологии, какие-то психологические проблемы. Или программирование на определенные, на мобилизацию, для спортсменов перед соревнованиями, перед экзаменами. Или наоборот, восстановление, быстрый отдых после каких-то нагрузок умственных или физических. Или гипнотерапия, кодирование. Ну, вы слышали, в академической медицине давно используется кодирование от алкоголя, кодирование от ожирения, кодирование от табакотурения. Также давно в академической медицине используются техники гипноза при лечении от заикания. И коррекция зрения. При многих патологиях используются техники гипноза. Но я сейчас просто перечислил те, которые много лет до муцак. То есть, они официально использовались. И об этом известно. То, что и кодирование от алкоголя, и лечение от заикания, и от эмуральза, лечение с детьми. То есть, это и много лет используется в академической медицине. Так вот, традиционные техники гипноза. Когда человек знает, что это обрушает гипнотическое состояние, для того, чтобы провести определенную работу. Зараз будет проходить. Эта ступень включает тест на гипнабельность, то есть, определение гипновнушаемости человека. Восемь техник гипнотизации. Разные техники, потому что нет универсальной стандартизированной техники. Для каждого человека мы подбираем с его индивидуальными особенностями. Для неинокомода очень хорошо влияют техники императивные. То есть, повелевающие интонации, приказной голос, быстрые, оперативные. А с кем-то, наоборот, надо плавно, постепенно, мягко. Поэтому у нас есть определенный ассортимент разных техник, для того, чтобы мы подобрали наиболее эффективную технику для определенного человека. Так вот, восемь техник гипнотизации и тест на определение глубины погружения. Определив глубину погружения, мы уже знаем, какую работу можно проводить с человеком, и будет результат. Или нельзя с ним проводить, и мы не можем ничего сделать, потому что нет определенной нужной ответной реакции, физиологической, ответной реакции на наше внушение. Я задам такие вопросы, которые часто возникают. Сам и отвечу на них. Каждый человек погружается в гипнотическое состояние. И хорошо это, и плохо. Так вот, ответ такой. Каждый человек погружается в гипнотическое состояние. Ну, я сейчас перечислю классификацию трансовых состояний. Но не каждый погружается в глубокий гипноз. Поэтому не с каждым можно проводить кодирование. Не каждому можно закодировать, например, от ожирения, от обогрения. Не с каждым можно проводить гипнотерапию. То есть не с каждым можно работать, используя техники гипноза. Но в легкий транс погружается каждый человек. И в легких трансовых состояниях тоже определенные работы проводятся. Вот как раз на мобилизацию, на перестройку психологии, на восстановление, на быстрый отдых, на определенный настрой. То есть определенные работы в легких трансовых состояниях проводятся. Классификации, о которой я расскажу. Есть множество разных классификаций разных авторов. И они в большинстве случаев практически схожи. Но эта классификация, про которую я буду говорить, это международная классификация. То есть специалисты, если это какие-то конференции, собираются с разных стран, то уже они разговаривают и понимают, какие трансовые состояния требуются для определенной работы. То есть международная классификация. Когда надо будет что-то записать, я вам скажу, запишите вот это, вот это. Практически то, что надо будет записать, буквально 5 минут. А остальная вся работа у нас будет практическая. То есть то, что я перечисляю, о чем я говорю, вы не просто удовлетворите свое любопытство и будете знать, как это делается. А вы будете обучаться и уметь это делать. Не сложно этому научиться. Сложность заключается в том, что к гипнозу не имеет отношения. Но это, в чем заключается сложность, я сейчас скажу. Но это вы сможете и без меня доработать. Сложность заключается в том, то есть все тексты в момент гипнотизации, все тексты в момент программирования, они должны быть выучены наизусть. То есть поэтому сложность, ну, так быстро, много текстов выучить нельзя. Хотя я использую определенную методику, при которой эффект запоминания ускоряется. Простейшая такая методика, вы поймете какая. И в каждой технике гипноза есть определенная часть, которая повторяется в каждой технике гипноза. То есть уже как бы легче. Один раз выучил, а эта часть есть в каждой технике. То есть вот сложно столько знать текст на Иисус. Ну, что-то вы здесь запомните, в дальнейшем вы можете легко выучить текстовую. Если у кого-то возникнет желание, и в дальнейшем это я обычно предлагаю под конец занятия, все техники, и в дальнейшем вы можете записать их на аудио. Вы их можете записать, то есть с моим голосом. Чтобы для того, когда вы в дальнейшем выучили какие-то тексты, чтобы у вас не просто в памяти, а у вас была записана интонация голоса, ритм, паузы. Потому что это все имеет значение. Вот программа первой ступени. Включаем тест на гипнабельность, 8 техник гипнотизации и тест на определение глубины погружения. Я о всем этом подробно расскажу, но сейчас я полностью о своей программе рассказываю. И далее. Здравствуйте. Программа первой ступени. Вторая ступень. Научились мы погружать человека в гипнотическое состояние, и дальше как проводить работу. Вот вторая ступень. Включаем. Гипнотерапию и кодирование. Кодирование от алкоголя. Кодирование от табакокурения. Кодирование от ожирения. Кодирование на перестройку психологии. Гипнотерапии. Общий принцип гипнотерапии. Моделирование текста врушения при лечении от любого заболевания. Как моделируется текст, какие должны быть установки, каково количество установок, какова частота повторения данных установок, Что мы делаем в момент гипнотерапии, наложение в руки, паз, лечение от заикания, коррекция зрения, снятие острой головной боли и любые патологии мы рассматриваем по желанию. То есть все мои программы, они практические. То есть 90% времени уходит на практическую отработку. 10% нужно что-то пописать. Ну, не пописать то, что я рассказываю, объясняю. Писать практически чуть-чуть, очень мало надо. Потому что все, вот я распечатано видим, все, что я говорю, все техники, они распечатаны как учебное посуде. Это я вам раздам, это у вас все будет. Это вторая ступень. Там, на второй ступени, немножко легче, потому что основное, на второй ступени, все эти гипнотизации, ну, пригласите в трансовое состояние, да, в трансовом комитете. Работы есть, это именно работы, когда у нас клиент находится с открытыми глазами. Те тексты, которые мы будем говорить, их, конечно же, надо знать наизусть. А когда он уже находится в состоянии пассивного транса, глазами закрытый, вот он в состоянии пассивного транса, ну, где-то у нас распечатано на какой-нибудь жестком листочке, чтобы лучше не стало. Мы можем взять листочек и читать, он же не видит, что мы читаем, да? И читаем. Ну, буквально, когда, если практическую работу вы будете проводить, когда при практической работе один раз вы прочитаете, потому что практическая работа, как бы, она вас обязывает мобилизоваться, она вызывает определенный какой-то трепет, волнение, и тогда текст вам очень легко запоминать. Один раз прочитайте, а потом запомните. Ну, практически можно выучить. Но текстов, конечно, немало. Но, вот в пассивном трассе здесь легко можно читать. Здравствуйте. Проходите, проходите. Я все, что говорю, я потом повторю. Я говорю, у нас большая часть практическая, но теоретически, что, что я говорю, я многие вещи, которые просто, их смысла нет записывать, но их обязательно надо знать, я их просто многократно повторяю, и они запоминаются. То есть одно и то же я повторяю несколько раз. Третья ступень, которая, как бы, независима от этих двух, вот эти две, они как бы, ну, взаимосвязаны. Потому что вторая ступень, ну, не может быть, без первой мы должны уметь погружать гетоническое состояние и определять глубину погружения. А третья ступень, то есть завуалированные техники гипноза. Психология информационного воздействия, когда человек не знает, что на него оказывается гетоническое воздействие, эти техники широко используются и в медицине, и в педагогике, и в бизнесе, и в личных целях. Ну, в основном, как бы, мы слышали об этих техниках заглубированных, в основном, из криминальной хроники. Часто, и раньше, и сейчас, вот часто по телевидению мы видим такие случаи, там, цыганка вошла в контакт с женщиной или с мужчиной, приехали домой, там, вынесла деньги, золото, отдала. Ну, слышали, да? Слышали, какое происходит? И цыганка, и необязательная цыганка, то есть, машинники используют данные техники. Карточные шулеры используют эти техники, которые, наверное, посложнее, то есть, там идет техника мысленного, ментального воздействия, когда бросает, например, семерку червоплю, а человек воспринимает ее как десятка губновая. И этот эффект галлюцинации сохраняется где-то 5-15 секунд. То есть, не всю жизнь он будет считать ее десяткой губновой, то есть, 5-15 секунд он ее воспринимает как десятка губновая. Тоже слышали из случаев, когда дают там 100 рублей, а человек воспринимает как тысяча рублей. Но эти техники существуют. У меня книга, я вот не захватил ее с собой, просто уже у меня нету, вот одна осталась, это моя книга, но она написана в соавторстве с генералом Армургой о всех видах психотропного, психотронного воздействия, которые используются. Военные события, политические события. Ну, психотронное воздействие, когда используется генератор, высокочастотный, низкой частотной запороговой частоты воздействия, человек как бы не ощущает, что на него оказывается воздействие, он входит в трансовое состояние. Но, да, лишнее, конечно, надо вербальное, словесное, определенной программе это не делать. И психотропное воздействие, психотропное, то есть фармакологическое, определенное лекарство, в каком-то время определенное состояние. И вот в этой книге, это научное издание, то есть то, что там есть, это все как бы существует, это все научно обосновано. И вот как раз раздел там психофизическое воздействие, он начинается с истории научного обоснования феномена техник мысленного гипноза. То есть в 1920 году уже научно был обоснован феномен мысленного воздействия. В 1922 году об этом сообщили специалисты. Коженский, Бехтерев, то есть фамилии этих ученых, этиологов, они известны, известны ученые. Так вот, все это существует, все это, всем этим может овладеть человек. Независимо от... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Работает Чех received Субтитры создавал DimaTorzok